что-то дорого-богато все и понятно и иду то в тюремочке живет здравствуйте это же алик здорово как добрались замечательно проходи давай за можно двери очень тяжелый еще тут ты живешь да давно нет ноября ясно понятно чувствует четыре четыре с половиной тысячи в месяц доллар а я думал донозийских рупей рупиев рупиев понятно ничего значит чем-то занимаешься онлайн образованием криптой криптой прямо кризовое прямо и знаешь способы разработать конечно это же для этого здесь да ребята сегодня мы расскажем вам как семью способами заработать на крипте без криминала и скама так ведь это самое важное в общем я приготовил для тебя 7 коробок для более глубокого погружения в крипто мир будет очень интересно на бали любят разные практики так что это будет но на бали еще и инфо цыган любит главное чтобы ты не оказался инфо цыганом я уже жду разоблачение на самом деле все понятно ну посмотрим 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 возможно какие-то способы я знаю потому что копеечку скрипты я все-таки это имею но хочется же понимаешь я видел выпуск про nfc был еще да да так что да год назад вроде занимаемся и кинфти инвестициями всякими может быть что-то подобное есть у тебя научишь пойдем покажу погнали а почему коробок 7 но одна отличается потому что одна для твоих подписчиков и она с особой секретности не маленьким сюрприз не интерес окей погнали так окей мы сидим на дорогой вилле у тебя своя академия у тебя огромный капитал какая категория цифр прячь вот даже громовержцы в ужасе до тех цифр которыми ты располагаешь и скажи как потому что да в цифрах мне 23 года я 5 лет занимаюсь инфобизнесом маркетингом онлайн образованием в двадцатом году первый миллион долларов на запусках 4 тысячи учеников нет это оборотка бы оборота чистыми сколько интересно просто в 20 лет но с получается маржа была около 45 процентов ну у вас чуть получается 450 тысяч долларов в 20 до чего это было за продукт курс по запускам образовательных проектов то есть как продюсировать экспертов инфопродюсировать экспертов до запускать курсы образовательные проекты в двадцать первом году я свою школу раскачивал вложил в трафик 55 тысяч долларов вытащил за 7 месяцев 350 тысяч долларов окей плюс я консультировал такую компанию skyeng это самая основная школа английского языка да и мы с ними работали около двух месяцев они мне за это заплатили 2 миллиона рублей при этом я с ними двадцать два с половиной часа по зуму общался то есть чисто как это было вся это было это было в двадцать втором году в начале этого года получается вот то есть это что касается цифр в основном я заработал все деньги на инфобизнесе на онлайн образование и сейчас ты строишь академию уже построил уже есть академия в ней 12 экспертов то есть что это за люди очень крутые люди из крипто мира которые в крипте от двух с половиной там до шести лет в разных направлениях это я так понимаю мы сегодня о них поговорим как раз да да каждая коробка посвящена одному из направлений какая же и какая же самая жирная самая жирная узнаете чуть позже надо досмотреть до этого момента и все эти эксперты это практики у которых действующие проекты в крипте но за и кого-то волны ну например по nfc ярослав левченко он в июне 2022 года на медвежьем рынке подставочка что такое медвежий рынок да и он попал в топ-6 на самом крупном маркетплейсе по nfc в мире open но в своей коллекции да он заработал за коллекцию set kittens называлась set kittens грустные котята вон суть в том что он на своих коллекциях уже более полутора миллионов долларов заработал вот именно на себя с командой вот такая такая экспертность никогда он до этого не преподавал не вел курсы по nfc еще чему-то а я с ними дружу со всеми в марте как после того как начались вот все эти события улетел в дубай познакомился там с кучей криптонов так как я тусовался с ними в одних местах потому что деньги были как у картонов но только за счет инфобизнеса вот и мы с ними подружились я делал разные ивенты и потом я говорю давайте вместе сделаем большое сильное комьюнити по крипте в снг но что очень много скамовых курсов очень много скам экспертов которые зарабатывают больше на продажи курсов они на самой крипте у меня девяносто процентов экспертов никогда курсы не вели по крипте и я с каждым из них лично три месяца прорабатывал уроки программу снимали это все долго и сделали очень большой проект я вложил в продукт 100 тысяч долларов то есть на что ушли деньги до 100 тысяч долларов в образовательный продукт это странно до того как запустились деньги отчасти на платформу на создание на на создание платформы на нет это без маркетинга то есть это только на продукт на выкуп экспертов то есть надо же было купить их время чтобы они уделили это записи уроков и так далее на монтаж там у нас 140 уроков каждый урок монтаж стоит там 3000 рублей можно умножить да это сразу чек день ну и так далее то есть у меня есть даже статья в телеге потому на что это видео материала видео материала видео уроки все выключить выключите а пофиг ну основная ценность курсов в чем во первых в крипте бесполезно если контент не обновляемый то есть там постоянно все меняется постоянно меняются циклы рынка и появляются новые инструменты что-то перестает работать всякие мошенники постоянно пытаются у людей забрать в крипте деньги и если у них не будет место где эксперты могут им сказать как их пытаются обмануть и чего не стоит делать чтобы не потерять деньги это тоже большая ценность нужно крипте это люди сначала кучу денег теряют а потом там начинают заработать правда давай просто начнем с коробок что вытащится то вытащится и будем обсуждать нфт ну нфт чё я знаю принципе давай я начну давай скажешь что я упустил и где можно заработать еще нфт сегодня это не просто фотки которые можно за скриншотить и сказать нахуй мне ваше нфти я могу скриншот сделать и все такое нфти это утилити нфти это возможность создания дау децентрализованных всяких проектов это у подписчиков твоих просто не 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 ну хорошо закрытые клубы закрытые закрыты и утилити что такое эти утилити ну например обалдая нфти я могу купить ночь в отеле каком каком-нибудь отель каком-нибудь эксклюзивном отеле а потом перепродать его чуть чуть дороже как билеты на бёрнинг мэн да а овнер будет получать свои роялти и так далее какие еще утилити возможно голосование сынот создание тех самых дал создание коллекции создание генеративных коллекций создание каких-нибудь коллекционных на самое простое да то с чего начались и ногти что я упустил и где можно заработать в новой на новой волне нфти да смотри я бы разбил вообще на две составляющие зарабатывать на нфти вкладывая деньги и зарабатывать на нфти не вкладывая деньги потому что многие у многих до сих пор представление что нфти но ты купил и она может вырасти в цене на самом деле есть способы как флиппинг нфти фастфлиппинг то есть в чем в фишка фастфлиппинга когда нфти выходит в продажу масс массам большая комиссия за покупку этих и нефти за транзакции газ это называется и если сделать один лайфхак выставить максимальный газ например на контакте на коллекцию которую все хотят купить большое комьюнити активные так далее то ты быстрее других купишь эту нефтишку и буквально там за 30 секунд за минуту за 2 после того как ты сразу купил она еще может сильно вырасти в цене потому что ты купил один из первых да и ты можешь ее сразу же слить этот фастфлиппинг если брать без вложения способа заработка перед тем как нфти проект релизится и там продаются делают солдаты не делают солдаты они делают такую штуку под названием white листы white листы простой пример это как вот курс продаются когда перед продажей курсов перед вебинарами часто блогеры говорят заполняйте анкету чтобы попасть на мой курс и получить самые лучшие условия таким образом они собирают лидов и комьюнити которая заранее готова точно или не точно купить продукт соответственно тем кто получает этот white листа дают его за какую-то активность за помощь в развитии проекта за его отметки продвижения репосты и прочее получая его ты получаешь эксклюзивные условия купить нфти шку этого проекта по самой низкой стоимости до того как он выйдет на продажу один из первых но тут вопрос почему без вложений я сказал почему не нужно денег нфти же денег стоит можно это место в от листе продать другому человеку через эти сейчас как очереди на покупку красота очереди на покупку про кроссовок да то есть ты можешь продать свое место за там 100 за 200 за 500 долларов я думал про лучший пример очередь на перевале ларс 2 в общем да ты можешь за 100 200 500 долларов продать свое место за 1000 долларов бывает уходит зависит от крутости проекта от крутости white листа вот и от востребованности но это если без денег так если без денег если с вложениями ты можешь выбивать white листы в хороших проектах покупательных тишки они у тебя x2 x3 в цене у там x5 могут делать что еще запуске вот это сложная история вот создание насти вот я хочу создать коллекцию генеративную я не знаю как у вас есть собственно ну вот смотри я научит во первых есть практику в котором один из спикеров по нфти ярослав о котором я рассказывал выступает и рассказывает про все способы заработать на нфти там от 10 тысяч долларов ссылка в описании от 10 тысяч долларов заработать в месяц заработать на своей коллекции нет на коллекции больше денег но в чем фишка чтобы запустить свою коллекцию в практикуме он говорит целом об этом что надо от 50 тысяч долларов вложений это в маркетинг создание коллекции сейчас просто так если там очень многие люди хотят свои нфтишки запустить но огромного количества людей они не продаются не делают солд-ауты потому что люди перестали просто покупать картинки ради картинок нужны utility да вот о чем ты говорил что если у тебя есть эта картинка ты можешь не знаю прямой эфир с любимым блогером если ты свою коллекцию запускаешь условно прямой эфир с любимым блогером мерч встреча зависимости от степени раритетности этой нфтишки вот но на это нужны большие вложения то есть это высокий риск это хай риск можем поговорить про скам про то как скамят в нфти это частая история например ну например дискорд это такая социальная сеть в которой раньше сидели геймеры сейчас сидят нфти и gamify проекты игровые там когда начинается селл продажа нфтишек хакеры и мошенники делают подставные ссылки которые редиректят тебя на подставной сайт которому ты привязываешь свой там крипто кошелек дома и у тебя скидываются деньги да поэтому вот мой совет всем это на кошельке когда вы покупать какую-то коллекцию хранить ровно столько денег сколько вы хотите потратить на покупку нфти вложить не все деньги там никогда не подвязывайте кошельки свои где все деньги это маски можно много кошельков создать да да вот такая история окей окей в целом интересно то есть какие-то азы безопасности в том числе да а за безопасности и плюс про использование нфти в широком смысле этого слова то есть в каких сферах уже есть эта технология нфти это не про картинку нфти это про технологию да и это цифровые документы это собственность на недвижимость цифровую недвижимость тема сделать завещание на нфти то есть да тебе не нужен душеприказчик да у тебя не взаимозаменяемый четко вшитый в блокчейн договор твой с твоими родственниками четко от тебя когда ты уходишь в мирной тебя сжигают правда нфти тоже можно сжечь и да можно сжечь но можно прописать смарт-контракт смарт-контракт это такой документ в котором прописывается то как технически работает сам проект его суть как токены передаются куда когда сколько там и прочее и если сделать смарт-контракт подвязать с какой-то инстанцией которая работает с криптой когда ты умер типа чтобы они туда как бы сообщили свидетельство от смерти в нфти конвертнуть да чтобы ну уже вроде как так можно делать круто завещание на нфти завещание на нфти да не надо к нотариусам каким-то ходить еще что-то там а потом дети твои не будут или грызся за дом грызся за дом да потому что просто вот в один момент передалось и все или крипта передалась все вшито в блокчейн да окей нфти интересная тема сколько можно на нем заработать какие-то одна это самая интересная тема заработки ленту не сказал бы это увлекательная тема заработка одна из самых интересных она связана с артом еще в том числе потому что там могут зарабатывать кто-то может зарабатывать художники которые рисуют и на втишки продают как арт аукционы там и прочее потом люди которые вот участвуют в вайт листах продают свои места это без вложений покупают на вайт листах и свой заработок на этом обеспечивают то есть выявляют хорошие проекты люди которые работают в метавселенных то есть те люди которые делают объекты строят объекты для концертов вот для разных ивентов квестов и так далее это же все на технологии нефти подвязано то есть зарабатывать можно если ты художник там предел бесконечный потому что есть аукционная когда покупают за 100 тысяч долларов и нефтишки но в среднем там до 3000 долларов средненькие художники могут зарабатывать на вайт листах зависит от цикла рынка если медвежий то меньше то есть это там до 1000 долларов до до двух тысяч долларов опять же недавно был проект аптис который всем кто держал всем кто попал в их дроп получил на один аккаунт там 1200 2400 долларов а можно же делать много аккаунтов есть такая история которая называется мультиакинг или абьюз абуз всех этих штук когда ты создаешь много аккаунтов где насыпает на много аккаунтов эти дропы у тебя там не 1200 а 12 при 10 аккаунтов долларов можно заработать много очень фишек которые не подвержены риску очень многие люди думают что крипта это большой риск скам и так далее но отчасти это так но там есть много способов без рисков зарабатывать и об этом сегодня еще об этом следующая коробка давай приходим не уж стало интересно но дождик прошел да незаметно так итак ой это веб 3.0 веб 3.0 начала звучать как раз таки чаще в последнее время то есть после трейдинга скальпинга после инвестиций после этих white листов после локации как будто бы это связано чем-то большим с чем нет вот с nfc как раз таки вот если нафти и на базе nfc вот ну появились например обезьян добились обезьяны потом значит появился появилась метавселенная до вселенной в которой эти обезьяны живут или земли опять-таки где ты можешь за на фишке покупать участки земли и вот веб 3.0 это собственно разные бизнесы на этих землях разные бизнесы на этих землях ну как будто ты представляешь уже какую-то метавселенную которая как компьютерная игра симуляция в которой вот эти нафтишки твои оживают вот в моем понимании это нечто такое но это ты насмотрелся фильма первому игроку приготовиться и этот последний герой не даже не было и нафтишек там не было и нафтишек но там про виртуальную реальность которой мы находимся симуляция там и так далее проще для понимания проще для понимаем я пример приведу ребят который здесь на бали знаешь на бальтин да конечно прикольно оцифровали бали отсняли начали начали оцифровывать да отсняли там не дрова нас видео артефакты исторические это нафтишки соответственно герой может получать эти артефакты бегать по оцифрованному балле пом прикольно то есть моем понимании это в 3.0 вот как-то вот в эту сторону что же это есть и как на этом заработать что есть в 3.0 я свою лепту внесу тоже разберем на примере web1 web2 web3 web1 это когда стал старый да да это когда уже все создано платформы созданы и создан контент ты его не создаешь ты пользователь в 2.0 это когда пользователи становятся авторами и начинает генерировать контент и юзер генерей этот контент соц сети социальные сети и прочее это в 2 в 3 это когда то что ты создаешь контент который ты создаешь принадлежит тебе и это типа мы все вместе строим этот мир и этот контент еще очень сильно связан именно с твоей жизнью и он тебя глубже погружает в эту интернет виртуальную историю то есть ты его создаешь тебе принадлежат права на него и ты его еще используешь например как звучит как нфт это как технология но в 3 это большая экосистема из разных технологий из блокчейна из нфти из других то есть это все биржи это все метавселенные свапалки а как биржи связаны с контентом как биржи связаны с контентом но смотри я художник нарисовала на втишку выпустил ее она продается на marketplace и и допустим есть проект но биржи же цифры по большому счету берега на да но это когда тебе ты этот контент можешь монетизировать ты продукт можешь монетизировать за счет этого но смотри биржи же поддерживает криптовалюту а криптовалюта это элемент в 3 без крипты в 3 не существует без токенов в 3 не существует зачем расплачиваться за земли ты же не за рубли их покупаешь на тип то реально а за крипту то есть в 3 это все что объединяет себе новый интернет то есть та же тема из ролика меты запрещенной организации в россии но не здесь но не здесь не на бали да где ты надеваешь очки рядом с тобой появляется твой друг и цукерберг да очки проецируют голограмму условно да или там линзы это как и элемент в 3 но это не само в 3 в 3 это совокупность большого количества технологий и это новый интернет самое простое определение это новый интернет это где мы в нем живем все что связано с блокчейн все что связано с технологией блокчейн да как на этом заработать да на этом так будет проще понять на этом заработать очень просто если мы говорим про экосистему всю такую систему строят люди поддерживают ее кто-то создает контент для метавселенных кто-то рисует и нефтишки кто-то является программистом кто-то пишет смарт-контракты которые работают они являются частью в 3.0 и они просто спекулянты и просто спекулянты вот и кто-то пишет смарт-контракты это разработчики если ты классно классный разработчик владеешь там но несколькими языками программирования ты можешь работать в 3.0 но получать гораздо больше денег чем в 2.0 потому что разработчики сайта получают меньше чем разработчики на блокчейн соответственно то же самое касается smm фриланса блогинга project-менеджмента управления копирайтинг это еще огромного коллектива связан с веб-3.0 блогинг с веб-3 ну смотри ты владеешь аудиторией ты владеешь контентом и аудитория тебе подписана на твою площадку и ты можешь ее куда-то переливать и по сути на рекламе тоже зарабатывать только в 3 ну смотри есть крипты инфлюенсеры да они в 3 0 работают да они все же инфлюенсеры не все инфлюенсеры крипто инфлюенсеры вот и не крипто инфлюенсеры почему я продал 2 нефтишки продал 2 нефтишки окей но это же не твоя основная вот направленность контента но при этом ты вещаешь на своем канале про крипту вот у нас сейчас бывает да вот ты в 3.0 сейчас но если широко брать да наверно да ну вот я хочу донести мысль как зарабатывать можно участвовать в создании в 3.0 в развитии в 3.0 всеми своими ресурсами навыками и умениями популяризация популяризация обеспечение системы работы процессов создания продуктов различных даже если ты работаешь просто project-менеджером который следит за контролем дедлайнов и сотрудниками управляет но ты работаешь в крипто проекте в 3 проекте ты уже в 3.0 но самый прикол что там зарплаты в 5 в 10 раз выше чем в 2 это самое ключевое то есть как зарабатывать это переквалифицироваться по сути там ничем не отличается тот же маркетинг взять вот у меня кстати маркетинговое агентство в дубае для по для крипто проектов вот может называть цифры доходов да смотри я могу назвать кейс секунду один из могут 3 кейсами платформа для трейдеров привлечено 7000 активных пользователей рекламный бюджет был 60 тысяч долларов это было сделано за 9 месяцев чистым сколько получил это платформа для трейдеров и и данные она не раскрывает наша задача была привлечь активных пользователей дефай протокол вот тут цифры будут привлечено 60 миллионов долларов ликвидности в день запуска рекламный бюджет был 300 тысяч долларов 60 миллионов долларов ликвидности не укатав цену токена рекламный бюджет был 300 тысяч долларов срок был два месяца вот это с точки зрения цифры вот но я про что про то что тот же маркетинг в крипте не отличается ничем от маркетинга в веб-2 даже он проще потому что сейчас там работают коллаборации инфлюенсеры накачка комьюнити липовые активности которая показывает другим пользователям что комьюнити активный проект хороший и это все там сейчас продается публикации в сми там несколько штук продается за чек 30 тысяч долларов в месяц средний чек маркетинговых агентств в дубае 30 долларов в месяц и до себя тусовая вся тусовочка от разработчика до продажника вся тусовка вообще любые специализации в релан онлайн но если это подвязано что они работают в крипто проекте они в веб-3-0 работают я понял я сейчас веб-3-0 но ты понятно веб-3-0 да и так как эта шкатулка ты можешь этому научить конечно лично я не обучаю то есть я не из тех там инфо цикан которые переобулись в экспертов в крипте после чего-то предыдущего я изначально был в позиции ученика и слушателя и я был окружен экспертами в крипте потому что я с ними тусовался дружил гулял и так далее получается я всех собрал и мы вместе цель нашей академии это ускорить масса adoption ускорить массовую адаптацию криптовалюты за счет доступного и качественного образования населения доступного потому что у нас сильно ниже рыночного чек на образование при этом качество выше подписывайся на мой канал ставь лайк а также на академии не забудь полезно ценно опытно можно вот один кейс просто вот перед тем как ты расскажешь да о ваших возможностях короче я слышал о том как чувак запустил курс по метамаску смысле как зарегистрировать кошелек как пользоваться метамаском заработал 60 миллионов рублей то я тоже так я тоже так посмотрел типа чем там пользоваться то ну то есть играешься сид фраза это для аутентификации вот и все ребята да вот сети поменял и как бы да и в итоге ну то есть наверно это тоже масса допшим бы что вот это на совсем людей которые совсем нет надо совсем ноль как вот так таким экспертом негативно резко это это все в ю тубе блять в самом кошельке там я очень негативно отношусь огромные бабки изначально когда я создавал академию я понимаю что в рынок образования крипты надо залетать с двух ног с супер качественным продуктом поэтому я топов собрал потратил 100 тысяч долларов на создание продукта только на продукт это очень много нет ни одного сейчас человека кто учит крипте кто столько денег сколько я потратил на продукт на экспертов на контент и прочее я знаю рынок но суть в том что эти люди которые берут деньги с людей за то как научиться пользоваться крипто кошельком это жесть мы продаем заработок покупаете у нас деньги зарабатывайте больше денег зарабатывайте за счет того что мы даем если вы покупаете у нас деньги вы покупаете у нас деньги по сути в нашу академию люди приходят не за уроками про крипту а за деньгами то есть зарабатывать на крипте счет актуальности счет актуальности контента за счет качественного контента у опыта экспертов там два три четыре пять лет бэк есть какой-то тех кто уже прошел конечно супер позитивный ну фидбэк из разряда денег заработали спасибо продолжать его на есть негативных нет так не бывает ну как но что им негативить у нас подписка стоит 100 долларов в месяц но 100 или вот это или 200 тариц арбитража но у нас в одном месте 7 курсов 7 курсов про трудоустройство как трудоустройство в криптопроект про заработок на nfc про игровую индустрию про нее потом поговорим про мета вселенные целый курс записаны от очень крутых экспертов и в целом всем этим способом заработка мы учим на нашей платформе но у нас есть и бесплатные материалы чтобы люди могли познакомиться вообще с экспертами мы ставим ссылку мы оставим ссылку на бесплатные материалы через бесплатный материал можно будет залететь в академию по цене ссылка в описании хотя бы посмотрите как это выглядит да вы просто получите два с половиной часа супер качественного контента бесплатно окей про самые актуальные способы заработка в двадцать третьем году на крипте самые интересные денежные сложениями без них пока мы не пришли к следующей коробке почему именно ты говоришь двадцать третьему году то есть ты можешь прогнозировать рынок как будет двигаться в следующем году хороший вопрос но но смотри мы взяли ключевые направления которые не умирали очень долго до и те направления которые являются трендом мы подойдем к ним дальше в коробках будет понятно почему я расскажу почему game fight и тренд а это точно тренд а там геймфа есть да там есть геймфа игровая индустрия в крипте еще огромные игроки только-только сейчас блокчейн заходят когда рынок игровой индустрии двести восемьдесят пять миллиардов долларов в прошлом году был давай а геймфа и ближе да так потом но но и этот тренд почему потому что люди играют в игры play to earn тот же степан пирамидосные проекты да они показали что они показали что люди готовы играть и что-то делать и и он да и они деньги соответственно у него большое будущее только им нужно уйти от пон за модели и от самой идеи про играть чтобы зарабатывать играть чтобы нравилось играть но про это в геймфа поговорим еще окей ты спросил про тренды почему мы говорим что в двадцать третьем году эти способы будут актуальны потому что это трендовые способы которые себя хорошо уже показали им нужно адаптироваться получше себя сделать по сути и в двадцать третьем двадцать четвертом они будут стрелять потому что nfc технология которая используется везде в 3 в метавселенных и прочем везде используется это тренд тренд зарабатывать можно можно куча людей зарабатывает без вложения за счет тех же дропа вайт листов потом все остальные направления вы просто вот на сайт перейдите там описано какие направления вас ждут в бесплатном контенте и все окей лишь коробка следующее попробуй угадаешь но арбитраж логично ну да арбитраж популярный арбитраж это просто то что везде изо всех щелей отовсюду звучит негативный флер частенько в арбитраж да да а знаешь почему но арбитраж появился до крипты конечно валютчики эти которые вот я когда из ливана переехал я девять лет жил в ливане и когда мы переехали с мамой в омск и вам из ливана в омск из ливана в омск в каком классе ты был мне было 9 лет с одного до 9 лет я жил в ливане вот и переехал в омск так суть в чем и ты выбрался из омск я выбрался нельзя выбрать из омск я смог я бы на бюджет поступил в 17 лет сейчас мне звонят секунду это доставка алла я с яхер drinks я с окей амками в омск переехался на след поступил на бюджет и мы рассказывали про валюты для начала все сейчас валютчики на трезвую такими вещами заниматься невозможно это невозможно да что я не пью ты не пьешь не все я убираю отсюда нахер то это ну нет с ума мы сейчас пост по стопочке за блокчейн дать так его вот и все но будем все все законно за халфинг блять про арбитраж и я щас пройдусь катком по негативу другой негатив негатив это то что валютчики на разных биржах еще даже до крипты на разнице курсах это за как это называется уставочников вилочники короче это же да я занимался вилками ты вилками занимался да и вот таких людей как ты отлавливают банят и с позором поганой метлой выгоняют с платформ все верно но есть арбитражниками так не поступают на крипто биржах почему в смысле ты думаешь их отлавливают за то что они находят вот эту разницу на разных биржах наоборот бирже спонсирует эту деятельность почему потому что им нужно чтобы были люди которые в любой момент дают оффер ваши ваша крипта за рубли в любой момент или ваши рубли за крипту в любой момент биржам надо чтобы люди могли зайти во вкладку пи тупи но и конвертнуть деньги а кто это делает это делают арбитражники значит да негатива вокруг арбитража много потому что ассоциации сразу в эту валютные истории это вилочники в гэмблинге которых блочат еще куча курсов подвязывается это все к инфо цыганство да да объясняю почему негативный флер этому есть очень веская причина потому что многие люди результаты не получили во-первых заходили сложными ожиданиями о том что это ну просто типа легко тыкаешь на кнопочки типа и делаешь деньги а там возникает нюанс во-вторых потому что были совсем другие доходности то есть людям обещали доходность 100 250 процентов ежемесячно к депозиту это же охренеть может и когда были вот эти февральский марте мартовские события там хождение понятно прям вот вот так вот доллар там помнишь взлетела вообще там 103 за 140 то я знаю лично людей которые кучу бабок заводили при 130 я купил по 130 тоже когда я улетал в дубай да я тоже на эту историю напоролся но прикол в чем что арбитражники в этот момент на этой разнице курсов на разных биржах в разных странах делали просто невероятно огромные деньги сейчас чтобы для понимания вот момент очень четенько да на разных биржах разная цена валюты до с разных карт разных разных стран законно ли это конечно не запрещено покупать крипту продавать крипту пользоваться для этого банками не запрещено законодательством так окей и вот пример на чем делались огромные да 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 огромные деньги делались потому что в россии во время этих событий курс был конский доллара допустим в снг в казахстане курс был сильно меньше и там прям разница ну капец было и все все узнали про арбитраж крупные блогеры начали запускать ну что поняли что тема прибыльная денежная люди любят схемки вот эти простые схемки заработка все темщики у нас там в россии там двигаются суетологи да и и поэтому тема хайпанула обещали высокие доходности очень просто за уделяя два часа в день и вообще работаю с ребенком дома там а так далее даже как эти комментарии а я маму да вот так история про то что доходности упали сильно потом и арбитраж вообще было одно время там минусили огромные деньги это вот летом как раз июнь вот эти месяца 2022 года и сейчас арбитраж уже восстановился доходности есть сейчас уже лучше но фон остался средняя по рынку процентная возможность процентный заработок надо давай по шагам у тебя есть представим рубли на картах уже нет мы представим но у тебя нет да у людей есть рубли в наличка карты неважно есть разные криптовалютные биржи все криптовалютные биржи продают стейбл коины типа use детей и здесь и там тот это коль на которые привязаны к доллару до один к одному и на разных биржах разных курс этого use детей на этом доходность с одного прокрута средств где ты с рублей купил на одной бирже use детей перевел ее на другую биржу на этой бирже продал обратно в рубли доходность где-то плавает от 0 3 0 5 процентов на данный момент это там декабрь 22 года с одного вот прокрута но таких прокрутов можно делать там пять десять двадцать штук в день зависит все от того как ты борешься с лимитами на переводы и так далее там есть разные способы для этого и получается в день два полтора три процента можно делать зависимости от того сколько ты прокрутов сможешь сделать да а это зависит от банка если у тебя огромный банк да там у тебя от миллиона рублей уже сложно прокручивать эти деньги ты один миллион будешь прокручивать там часов 12 это же надо на миллион закупиться выгодно нет такого что один чел выложил по самому низкому с курсом на один миллион рублей юзи тишек и ты в одну кнопку купил и все и потом продал ты у нескольких людей покупаешь по чуть-чуть но и все купил потом перевел потом тебе надо его продать не будет такого что тип к тебе в объявлении зашел тип на лям купил сразу и все то есть это время сделка там длится в цифрах до 15-20 может минут длится и соответственно ты таких сделок может делать 5-10 штук два процента в день примерно но опять же с банком до 500 тысяч рублей то есть это такая гражданская мулька гражданская темка которая позволяет спокойно без сильных напрягов генерить 200 тысяч рублей в месяц с 200 300 с ну вот смотри с банка там 250 350 400 500 тысяч вот так как биржи к этому относится биржи поддерживают арбитражника то есть это не как в гемблинге я занимался арбитражом ставки вот эти на спорт да да и там были специальные программы которые вычисляли коэффициенты на победу первого второго в общем и аккаунты ублочились а биржи так не делают почему потому что арбитражники предоставляют биржам ликвидность всем биржам они как банки им нужны деньги эти реальные им нужна ликвидность пример ftx который сейчас все обсуждали те которые не имели ликвидности обрушилась все куча денег миллиарды потеряны за один день из миллиардера он стал бомжом по сути да но не бомжом это очень мало денег биржам нужна ликвидность и они поддерживают арбитражников и они сами по сути и делают эти курсы разницу чтобы арбитраж существовал чтобы люди пользовались разными биржами и цена коррелируется не может быть такого что доллар на одной бирже будет стоить там 70 рублей на другой 60 слишком большая разница цена стремится к корреляции потому что примерно одинаково было всегда и за счет арбитражников это происходит арбитражники привлекают деньги извне то есть представим очень много людей переехали за границу куча людей в дубае там покупают недвижимость они не шарит в крипте они не умеют выводить рубли за границу и покупать недвижимость за границей они приходят к людям которые это делают до обменники по сути перестановщики еще они себя называют или темщики и получается что эти темщики они деньги этих людей на бирже заводит потом выводят стандартная история то есть биржам нужна ликвидность они вознаграждают арбитражников они борются против них буду ли я считаться арбитражником если я вот здесь на местной бирже индодакс есть такая приду с рупиями до закину с низким процентом здесь низкий процент для тех у кого там кейтас и все такое компания до закину с низким процентом переведу эти ее из детишки на бинанс до на бинансе продам это с большим процентом процент да это арбитражник ты не арбитражник арбитражник это тот кто занимается этим и ты приносит ему заработок постоянно то есть совершил в криптофиатный фиатную операцию криптофиатную фрикцию криптофиатные операции ты совершил но это арбитраж да ты на одной купил бирже дешевле на другой продал дороже но это межбиржевой арбитраж а есть же еще арбитражный меж бюджет не межбиржевой а внутри одной бирже внутри биржевой там ты между людьми арбитражишь то есть кто-то купил у тебя дороже продал там ты дешевле и так далее об этих и других более интересных способах арбитража вы узнаете конечно по ссылке в описании потому что все и я уже начинаю течь там прям контента минут на 40 от этого спикера да так что да и он кстати в реальном времени покажет связку бесплатно это самая базовая связка которую мы бесплатно смогли выкатить чтобы наши другие арбитражники не закидали камнями он в реальном времени покажет как зарабатывать он заработает 25 тысяч рублей он миллион прокрутит через гарантекс а грил тайме да и у нас это прям вот по ссылке в описании окей да глянем следующая коробка да погнали и так пусть это будет гав гафи гаф но я так полагаю это game фай game фай но здесь я просто плыву не я не знаю я тебя сейчас столько интересного расскажу и и зрителям тоже для меня эта сфера это направление было самым удивительным когда я вникал в мир крипты потому что она достаточно новая ему там но не так много лет как тому же дефай и гейми фай простым языком это крипто игры давайте так крипто игры крипто квесты в мета вселенных это тоже гейми фай и и что вообще про гейми фай нужно знать началось активное развитие и бум гейми фай с игры акси инфинити эта игра в которой людям платили за то что они в нее играют и бомбанула она за счет филиппин на филиппинах там зарплата 50 60 долларов в месяц где-то и и люди в игре зарабатывали 200 300 долларов не по уходили там со всех своих ремесленнических штук и там кто-то дома купил и прочее и хайпанула это именно за счет того что в игре платят деньги на который ты можешь на который ты можешь зарабатывать гораздо больше чем работая физическом мире это естественно панза схема это пирамидоз ну то есть это как степен как степен но гиги как эмэйзи гейми фай очень сильно развился за счет привлечения большого количества пользователей халявщиков и в том числе предпринимателей которые набрали куча куча про них сейчас расскажу игроков много денег влили и заработали большие деньги на это так вот пирамидозная система в основном то есть выплаты откуда происходят заходят новые люди и тем кто зашел раньше выплачивается вознаграждение пока эта история накачивается трафиком пропорционально новым привлеченным пользователям так вот простым языком в гейме фай есть несколько способов зарабатывать и в том числе без вложений чтобы начать играть в игру в которой тебе платят деньги тебе надо купить и нафтишку в случае со степэн это были кроссовки и нафти кроссовки тебе надо купить и нафти но не у всех деньги есть на покупку и нафти игры степэн считается геймфай да ну и значит я знаю плей-то эрн плей-то эрн продолжай или муфту эрн это был просто тренд из гейме фай есть еще секс ты урн шлип-то эрн оооо вот это предпоследнее интересно разная история там куча разного скама появилась во время бума геймфайт было вот двадцать втором году весной и конец двадцать первого так вот есть несколько способов если у тебя денег нет на покупку nfc игры есть гильдии ты играл когда-нибудь в линейку вовку играл вовку я задротил восемь лет да и там гильдии были помнишь да и выходили на рейды вместе чтобы выпал легендарный шмот да и так далее так вот что по сути дела гильдия это организация которая объединила в себе игроков у гильдии всегда был банк голда которая шла на покупки разных штук и так далее и то же самое сейчас гейме фай только с реальными деньгами есть гильдии которые находят игры на блокчейне доходные они сами в них заходят своими деньгами находят там стратегии считают окупаемость типа сколько времени нужно играть как выигрывать типа награды получать что нужно с чем скрещивать там знаешь питомцев можно скрещивать чтобы выпал легендарные как кроссовки да был куча было гайдов потому какие кроссовки покупать стопы и скрещивать как чтобы больше денег заработать это делают гильдии они изучают стратегии внутри игры либо они общаются с основателями игр почему потому что основателям игр гильдии и выгодны и не выгодны выгодны потому что они привлекают большое количество игроков а не выгодны потому что у них столько игроков из только цифровых активов что они могут все продать в один день и обрушить нахер цену токена игры поэтому тут палка двух концов пока что они без гильдии не справляются с привлечением трафика но суть в чем гильдии такие предприимчивые ребята до которые объединили инвесторов которые не хотят играть в игрушки но они хотят ну там вложить game fine они на эти деньги скупают и нефтишки выдают их игрокам менеджерят их делают аккаунты там менеджерят игроки делают деньги игроки зарабатывают фиксу или процент и по сути гильдия распределяет средства между инвесторами доходность игрокам и себе оставляет это вот с точки зрения бизнеса мы этому в академию преподаем то есть как мы джерить гильдию в 100 человек у нас эксперт я понял а дает и как считать финансовую модель гильдия я слышал про игру и здесь в индонезии ребята организовывали компьютерный клуб сажали индонезов и они играли в игру счастье скажу не сандбокс забегаем помнишь гейм биг гейм биг гейм биг гейм да не вроде так она называлась то там были голд сильвер на аккаунты да и разная рарность да разная рарность и зависит да да и они выпадали с определенной вероятностью да и для этого ты сажал индонезов и они в три смены да играли и вышивали какие-то нфти шки которые по итогу когда marketplace открывался они можно было продавать дам счет там плохо открылся маркетплейс наверное да 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 это стандартная история вроде биг гейм называлась могу врать но так много игр но почему мы говорим что это тренд почему мы об этом вообще рассказываем потому что крупные игроки уже не просто смотрят в сторону блокчейна игровая индустрия она на двадцать первый год 285 миллиардов долларов это рынок игровой как раз да это игровой рынок в 2 а прикинь добавляется суда в 3 еще спекуляция на токенах вот внутриигровые ресурсы там есть арбитраж арбитраж игровых и нефти шикар битрожек но я просто может быть на game файм можно зарабатывать не обязательно делая гильдию или играя в игры можно находить game фай проекты инвестировать них можно покупать токены game фай проекта допустим токен степан можно было купить там феврале хорошо можно было салану купить дешево там же тарна выросла салана когда степан развивался дымок на этом заработать то есть это вообще в целом про умение анализировать индустрию проекта степан там же блатка история или я что-то путаю что тоже или это был другой play to earn проект где ты покупал другим людям они нахаживали ходили за тебя и да когда это в степне это гильдии так делали они покупали и нефтишки кроссовки другим людям которые приносили им доход а людям они платили вот мои друзья близкие платили два тире три доллара с одного аккаунта в день ходунку бегунку ходунок бегунок бегунок но это наслаждение несколько раз больше интерес интерес вот поэтому game фай тренд потому что большие игроки типа юбисофт и того же blizzard в game фай когда переквалифицируется будет большой масс адопшин во первых для крипты во вторых очень сильно деньгами рынок накачается представь game фай ты же про то что игровые предметы принадлежат тебе вовки единственное что мог сделать это продать аккаунт нелегально пока черный аккаунт я слышал как людей на автостоянках выли друг другу морды за какие-то рарные мечи да 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 еще похожие проблемы у людей люди готовы к этому понимаешь что шмот вовки тебе не принадлежал ты не мог во за реальный кэш продать ты мог продать его если он рарный вообще не передает Не, ну там барыжили. Да, там барыжили, за реальные рубли можно было донатить, покупать шмот, но если он тебе принадлежит, уже ты не можешь его продать. Там были некоторые рарности, которые ты не можешь передавать. Например, этот топор тьмы от короля леча. Не доходило такого. Да, ну суть в чем. GameFi про то, что тебе принадлежат эти игровые ресурсы. И ты можешь их продать, а можешь дальше в игру инвестировать, если у него хорошая внутренняя экономика. GameFi должны развивать, GameFi проекты, utility токена развивать должны больше, как его использовать, чтобы деньги людей оставались больше в игре, нежели они играли в нее, чтобы зарабатывать. То есть GameFi по сути должен, он снизит точно доходности, чтобы люди играли в игры, чтобы играть. Просто хороших AAA игр, топ уровня, мало, но их нет сейчас. Они только вот готовятся. Когда это произойдет, рынок поменяется. Да, очень сильно. Окей. Интересно, это познавательно было. Это прям интересно. У меня подсрослись некоторые вещи. Ну что ж, в следующей коробке. Да. Хочется небольшой офф-топ для наших зрителей, твоих зрителей многоуважаемых. Мне кажется, с опытом того, сколько мы сделали уже запусков разных, что аудитория реально не до конца понимает важность информации, о которой мы говорим. И типа вот это где-то супер далеко витает для них. Ну типа куча людей не знает даже как кошелек завести. Даже до того, чтобы загуглить, как это сделать, не доходит. И хотелось бы поднять вопрос о важности крипты. Ты сам что думаешь? Я думаю, что это недалеко, а это именно в той же самой помойке в их глазах, где и опционы, где и пирамиды, где и другие скамные истории. То есть, потому что крипта, ну... Ну есть два лагеря. Один супер далеко, где-то что-то непостижимое, а другие, что это... Да, другие, что это помойка. А, крипта, похер. Но в итоге почему-то, когда случилась, значит, эта спецоперация так называемая, а потом мобилизация, что-то все начали писать, а как перевести деньги, а как зарегистрировать крипту. Тридцатилетние миллениалы среднего и высокого достатка. Что-то вот не знают. Потому что... Потому что... И поэтому вот эти курсы, о которых мы говорили, 70 миллионов за пользование Метамаска, вот они вполне оправдываются. Ну вот пример, опять же. Мне вчера... Это реальная история. Вот я тебе телеграм могу показать сейчас, чтобы не спиздеть. Мне вчера пишет мой бывший одноклассник, с которым я не общался 4 года. Вообще. Он находит мой телеграм и пишет, Александр, добрый день. Это Олег. Этот номер актуален еще. Нельзя, можем на камеру показать. Не надо, поверим. Вот. И он мне пишет, мне товарищ из Нидерландов пытается около 10-15 тысяч рублей скинуть, но у него никак не получается. Мы можем это сделать через себя? Ты вроде где-то далеко от России. Он тебе перекинет доллары, типа, а ты после получения мне, если у тебя еще остались рубли, переведешь на карту. Я говорю, так прими криптой просто. Делал на 2 минуты. Он пишет, я с криптой никогда не работал, я больше за человеческие инвестиции. О чем речь? Я говорю, перевод. Он говорит, я за человеческие инвестиции. Я ему дальше говорю. Я тебе сейчас кину гайд, он, кстати, будет в воронке по ссылке в описании. Как, типа, перекинуть скрипты в рубли? То есть у вас и самые простые есть, да, базисы? У нас есть самые простые базисы, но они в воронке даются. В нашей академии тоже есть вся база, скринкасты, типа, все, что делать, как пользоваться. Это вот у нас блок про крипту, а все остальные направления уже сверху накладываются. Вот, я ему говорю, сделай, а он мне снова кидает скриншот, как он, типа, пытается отправить Киви кошелек и говорит, он не может скачать ничего, что работает в России. Я говорю, да крипту не надо там скачивать или еще что-то. Я ему опять объясняю, переведи в крипту. Он говорит, а по-человечески думаешь, он не сможет тебе с Нидерландов перекинуть на карту? Или у тебя РФ-карта? Это типа что-то живое. Что-то живое. Деньги, что-то живое их можно вот... А банковская система, да, деньги в аккаунте банков. Цифры какие-то твои, цифры, да, нарисованные. Поэтому тебе запрещают вывод средств до определенной суммы. Деньги на холодном кошельке больше твои, чем то, что у тебя там в Кимкове и на Сбербанк. Сто процентов, сто процентов. И люди не понимают, почему вот... Короче, когда началась война, у меня на карте было 4 тысячи рублей. Ну потому что все в крипте. И как-то вот нормально все обошлось, понимаешь? А люди, которые вот сидят и боятся залезть в эту историю, хотя там все предельно просто. Ну предельно же просто. Мы говорим на таких вещах, вот большинство сейчас сто процентов скипают, 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 мотают. Хотя по факту их могут научить. Да вот даже этот вот ролик, да? Да, это уже большой базис. Он вносит ясность, да. Совершенно серьезный проект. Поэтому надеюсь, что вы уделите внимание, не знаю, куда смотреть, и выделите время на то, чтобы изучить это подробнее, и разобраться самостоятельно, на самом деле, то ли это, на чем можно заработать деньги. Или спасти свои бабки. Или спасти свои бабки просто. Или вообще не остаться бабушкой с айфоном в руках. Короче, про бабушку с айфоном в руках. Я общался с 70-летними, не вру, блять, пенсионерами, которые знают не только про крипту, но и про блокчейн в целом. Я не помню, какой фразой, но они как-то описали блокчейн концептуально, чтобы люди понимали. То есть у них есть понимание блокчейна и крипты. Почему? Потому что у них сын, стартапер, запускал криптопроекты в свое время. ICO, IDO, вот это вот все. И он общался с ними. Он ему объяснял. Масса adoption... Проповедовал. Проповедовал. Да, проповедовал. Масса adoption, он находится, ну, типа, в сарафанке. А у нас это все опять разрыв поколений и так далее. Когда бумеры хотя бы начнут шарить, произойдет цифровая революция, мне кажется. Потому что вот эти все курсы, это... Не знаю. Не знаю. Что не знаешь? Курсы заскамили крипту. Курсы. Курсы инфо-цыган, которые продают воздух. Да. Не кейсы актуальные, а то, что... А рефераты собраны из интернета. Не только это. Это даже не со скамили. Слава богу, что они вообще есть. И делали просто, но там рефераты с интернета. Люди хоть знакомятся с криптой, начинали за деньги время хотя бы свое посвящать. Но я же денег занес, надо изучить. Хуже всего сделали ребята, которые массово продавали сигналы по трейдингу. Огромное количество людей деньги на этих сигналах потеряли. Продавали IDO, IGO, вот эти аллокации. То есть... А что плохого продажа аллокаций? Нет. Продавали обучение этой истории. И собирали пулы. Вот мне упал аирдроп. А потом... Нет, почему? Почему? Я могу пейердроп. Нет, почему? Если упал аирдроп, и ты не занес за это денег, у тебя просто халявные токены, которые там могут вырасти, а может их быстро слить, это классно. Но я говорю про людей, которые собирали людей в пулы, деньги, и говорили, мы заходим в этот проект, он взлетит в To The Moon. И типа постоянно на кучу разных проектов по 20, по 30, 50 штук за полгода, год. 50 штук это очень много. Ну, ты сам понимаешь, что каждый человек не зашел в 50 проектов. Если бы он во все 50 зашел, возможно, он был бы в плюсе. Но нет, блин, у людей столько денег, что в 50 проектов инвестировать. Они же там многие еще на всю котлету залетают. И куча людей потеряли деньги, из-за этого тоже отношения, типа скам, мошенничество. Ну, ладно. А может, нежелание просто разбираться. нежелание разбираться. Может, лень просто. Поэтому... Человеческий же перевод это человеческий. Это-то роботы какие-то, видимо, или что у него там, не знаю. Ну, я рад, что мы делаем такой контент для большой аудитории. Надеюсь, этот ролик вам полезен. А мы переходим к вот этой коробке. Такая музыка играет в аду. Так. Встретился проповедник и... ЗБВ. Ларин. ЗБВ. Ну, вот как, вот все остальные я более-менее угадал, а вот это вот... Ну, попробуй догадав... Давайте подсказку дам. Смотри, это аббревиатура из трех слов. ЗБВ. Ну, одно из слов связано с деньгами. Здесь были возможности. Нет? Да. Но почти. Заработок без вложений. Заработок без вложений. Но там были возможности. Скам. Флашка. Скам. Заработок без вложений. Без вложений имеется в виду, знаешь, типа вложения там до трех-пяти тысяч рублей. Ну, это прям копейки. Это без нового? Либо вообще без вложений. Окей. То есть смотри, это суперинтересно массовая аудитория. Это интересно большому количеству людей, у которых нет там 100 тысяч рублей на арбитраж, 150 там, у которых нет денег рисковать на покупки и перепродажи NFT или GameFi играх. Это для тех, кто хочет сформировать какой-то либо дополнительный заработок, ну, просто на ход ноги, знаешь, то есть они чем-то уже занимаются и еще сверху падает и это комфортно. Например, мы сейчас с блогершей с одной работаем, она зарабатывает на блогинге и на амбассадорских программах, на крипте. Ей платят там 2-3-4 тысячи долларов в месяц. Неплохо, неплохой это приток. За то, что она просто является амбассадором лицом одного из криптопроектов. И что она делает? В майке Binance сидит? Ей еще оплачивают, нет, не Binance, вообще не такого масштаба. То есть история про то, что ей еще оплачивают перелеты на другие конференции какие-то в разные страны. Бизнес-классом, надеюсь? Нет. Жилье, обучение, образование, в крипте оплачивают. Еще платят деньги в токенах проекта, которые она сразу там либо выводит, либо делает. Что надо сделать? Кого надо убить? Это амбассадорские программы. Я так подвожу к заработку без вложений. На инфлюенсером быть получается? Нет. Нет? Есть возможность инфлюенсером зарабатывать на амбассадорках, а есть амбассадорские программы, что конкретно надо делать? Модерировать чаты. Вот есть чаты в Телеге, где собираются комьюнити криптопроекты. Ты их модерируешь. Там куча разных ботов. И те, кто пишут криптоскам, их надо ну там блокировать. Ну, в общем, суть в том, что там настройка всяких ботов, которые модерируют и так далее. Дальше что? Размещение там в своих социальных сетях и в проекте. Помощь в переводе на другие языки, если ты знаешь какой-то язык. Дальше. Создание мемов. Мемы, это важно. Создание мемов в амбассадорских программах считается за весомое действие, чтобы начислить тебе токены. Знаешь, какой самый важный мем в современной западной культуре? Где? В современной западной культуре. Какой? Библия. Иисус. Самый важный мем? Ну, самый популярный мем это Иисус, потому что Библия самая популярная книга. Да? Да. А в чем мем заключается? Ну, Иисус, это человек-мем. Ну, мы с тобой потом после камеры поговорим. Пожалуйста. Не сейчас, ладно? Окей. Так, хорошо, мемы, 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 контент, нарезочки. контент, видео монтируешь, моделируешь чаты, переводишь на другие языки, участвуешь активно, отвечаешь на вопросы от комьюнити. Являешься частью сообщества. Являешься частью сообщества и помогаешь его развивать, создавать и так далее. Либо простым языком ты делаешь все для того, чтобы популяризировать проект и выполнять его интересы. Крипто-энтузиазм. Крипто-энтузиазм для конкретного проекта, который за это тебе насыпает токены свои. То есть, как это работает? Есть, когда вы начинаете все это изучать, в разных каналах, соцсетях, твиттере вы находите разные проекты. Вы находите их сайты. Вы видите, что у них есть амбассадорская программа. Вы вступаете в чаты и в комьюнити. Начинаете активно проявляться, отвечать на популярные вопросы людей, собирать список популярных вопросов, переводить, писать, чем вам могу помочь. Там есть админы же в чатах, и тебя могут заметить или еще что-то. Ты можешь подать заявку на участие в амбассадорской программе, и тебе ее могут принять или отклонить. Для этого нужно будет также оставить свой адрес крипто-кошелька, куда тебе насыпать токены. Вы этому тоже учите, показываете места, где это можно подключиться? Да, мы показываем, где находить инфу о проектах, где находить инфу об амбассадорских программах. Но это уже внутри Академии. Мы сегодня обсуждали, я хочу подытожить, обсуждали вайт-листы, где ты можешь продать место вайт-листе. Я думал, что ты про это просто, ну там, да. Нет, я не просто... Ладно. Обсуждали вайт-листы, что ты можешь продать место вайт-листе. Это же без вложений заработок. Ну да. Ты получил место, чтобы проинвестировать заранее в проект по самой низкой стоимости, продал его другому. Третья история. Это работа в крипто-проекте. Нужны на это вложения? Нет. У нас курс по трудоустройству, как переквалифицироваться, одно из направлений в Академию. И история про то, что ты знаешь, где размещать крипто-проекты вакансии, как на них отвлекаться. Собеседование ты проходишь, потому что у тебя уже есть какие-то навыки условно. И ты шаришь в крипте. Чтобы не шарить, надо не разобраться в разных направлениях. Это и есть цель. Ну и в заработок без вложений также относится все, что связано с тестнетами. Тестнеты, ноды. То есть, что это такое? Два варианта. Первый. Проекты готовятся к старту. Им нужно проверить всю техническую инфраструктуру. Как привязываются кошельки на сайтах? Происходят ли транзакции? Как что конвертируется? Протыкать все кнопочки. Тестировщики, короче. Тестировщики. Тебе прям инструкцию пишут, что тебе надо сделать. Ты проходишь тест, ну вот все это тестируешь, и тебе за это насыпают токены проекта. А есть вторая история в тестнетах. Это где ты, по сути, устанавливаешь свои сервера, специальные, облачные. И люди, которые тестнеты проходят, другие, которые к первому варианту относятся, они взаимодействуют со всей инфраструктурой, а ты часть этой инфраструктуры, ты сервер поставил. И тебе комиссии со всех токенов, со всех транзакций тестовых поступают. Как если бы за торрент раздачу платили бабки. Да. Вот. Это тоже история, где можно без вложений зарабатывать на крипте. В совокупе все, что я назвал, каждый из инструментов приносит на медвежьем рынке от 300 до 3000 долларов в месяц. Если этим прямо углубленно заниматься. Чистое вот это направление. Ты вот выбрал, то есть на этой вайт-листы амбассадорки. Все вместе совместил. Все вместе совместил. Ладно, тавтология. Вырежем. Оставим. Оставим. Сука. Вот. Ты это выбрал, и ты каждый день изучаешь социальные сети проектов, изучаешь телеграммы, где они постятся, их сайты, участвуй во всех этих штуках. Потом, когда ты все сам прошел, ты уже можешь позвать своих друзей и знакомых, чтобы они за тебя изучали всю эту инфу, собирали какую-то выжимку, и ты такой, ну классно, давайте участвуем в тестнетах вот этого проекта, вот это делаем. И то есть у тебя больше рук появляется, это уже какой-то небольшой бизнес перерастает. И полно людей, которые этим занимаются. Это звучит страшно, но на самом деле, если разобраться в этом, за месяц можно очень клево разобраться в таких способах без вложений. Ну да, но есть моменты, что ты можешь поверить в какой-то проект, вложиться там, тебе отцыпят токенов, а по факту ты потратил время и энергию зря. Да, это нюансы. А какая деятельность нас от этого обезопасит? Большое количество проектов просто. Не, я имею в виду, если вот углубиться в этот, что ли. Я про то, что всегда так бывает. Ты можешь вкладывать время в то, что тебе не принесет результат. И это нормально. Типа, это опыт. Но, есть же конверсия. Не может же быть такого, что все проекты не принесут результат. Ты участвуешь в разных штуках. Откуда тогда насыпет? Откуда туда упадет? Да. Но. Тем более, не требует больших усилий. Окей. Есть еще какие-то кейсы без вложений? Ну, я перечислил основные. Основные. То есть, работа в криптопроектах, тестнеты, ватлисты, государские программы. Ну, это прямо для людей, которые не обладают даже минимальными какими-то бюджетами. Для... На ход ноги. Не только для тех, кто не обладает бюджетами. Знаешь, для кого еще? Для тех, кто обладает бюджетами, но не хочет бабки в крипторынок заносить, еще боится. И такой, я хотя бы вот в этом разберусь, пощупаю, что-то вот не упадет. Но какой-то опыт этот принесет. Первые деньги, прикинь, ему упали токены бесплатные. Самое классное в крипте, когда тебе падают бесплатные токены разных проектов. NFT-шки бесплатные падают. NFT-шки бесплатные падают. NFT-шки бесплатные падают. NFT-шки бесплатные падают. Да. Да, non-fungible токен. Ну, история про то, что ты можешь поддержать 3-4 года. Особенно, там, в следующих годах все прогнозируют bullrun, там, 24-25 хаулинг, биткоина, и так далее. Если ты сейчас начнешь этим заниматься, сейчас время, самое время аккумулировать все эти ресурсы, токены, и на bullrun это принесет свои плоды. Огромное количество людей разбогатели. Причем, что важно, многие клевые криптоны, кто давно в рынке, говорят, что это последний bullrun, на котором можно будет сделать иксы, то есть во много раз умножить деньги. Почему? Сейчас же пятый, по сути, хаулинг должен быть. Они говорят, что это последний bullrun, который принесет большие иксы, потому что регуляторы активнее начали действовать. Все это начало быть более централизованной историей, и сейчас не дадут такого размаха проектам, которые могут даже с помощью маркетмейкеров спекульнуть, ну, еще там, сильно поднять цену токена, или сильно уронить ее. Регуляторы тянут свои ручки, и они уже почти добрались. Я понимаю, о чем я немножко про другое, про то, что, ну, если у битка все будет ровно так же, как и есть сейчас, то, ну, хаулинг же будет еще и там следующий, там, шестой, седьмой, восьмой. Да, просто вот я про ДиО, про вот эти все-таки. Я понял, о чем ты, я слышал такое мнение, что вот мы, это последнее поколение, первое и последнее, которое делает такие огромные иксы. На крипте. На крипте, да. Дальше все будет уже в целом, как бы рынок устранится. Да. Окей. Поэтому, сейчас, поэтому сейчас такие даже большие зарплаты платят людям в крипте, потому что тупо недостаток кадров. Да. Недостаток не потому, что мало маркетологов, или там еще кого-то, а потому, что мало маркетологов, которые владеют пониманием крипты и направлений. Это вот... Дождь пошел, класс. Это прекрасно. У нас дополнительная аудио атмосфера. Я когда... Ло-фай хип-хоп. Ло-фай хип-хоп, да. Да. В 18-м году, когда я ездил на хакатон EOS в Гонконг, было понимание четкое, что если есть чувак, который пишет на EOS, да, какую-то платформу, может написать, то он хер пойдет работать по найму, он скорее будет мутить свой проект. То есть, поэтому, ну, Прогера найти было очень сложно уже тогда, уже в 18-м году. А если сейчас уже маркетологи на вес золота, ну, то есть, понятно. Да. Понятно. Ну, да, не, если у вас нет денег вообще, то воткнуться в какой-то проект, банальный там, какие-нибудь баунти, какие-нибудь там, ну... Ну, да, ретро-дропы, аэрдропы и прочее. Это как минимум прикольно, почувствовать себя частью чего-то. Забыл рассказать. Да. Я рассказал про амбассадорские программы, про вайт-листы, тестнеты. Аэрдропы – это такая штука, что какие-то проекты перед стартом выхода там на лаунчпад, на биржи, на массы, привлекают резко большое количество пользователей просто за счет того, что они раздаривают токены, деньги. Это как гивэвэи в инстаграме были супер популярны. Аэрдропы – это гивэвэи, по сути. Потому что раньше приходила аудитория, мало кто делал гивэвэи, и люди оставались, потому что их было не так много, и оставались подписаны, и нормально монетизировались, и были активными тогда. Ну, там уходило процентов, может быть, 30 постепенно. но сейчас-то вообще там 70-80 процентов уходит. И еще аккаунт умирает после этого. Но в крипте сейчас эта история работает. И куча проектов проводят аэрдропы для того, чтобы собрать первичное комьюнити. То есть тебе тупо раздают бабки. Тебе надо уметь видеть и анализировать, что за проекты, там, где они публикуются, когда у них аэрдроп, подавать участие, оставлять свой криптокошелек, вуаля, тебе насыпали бесплатных денег. Я своими глазами видел статистику одного проекта, который привлекал пользователей как раз. И там таблицу смотришь в Excel, там страна происхождения типа Нигерия, Ганна, знаешь, типа, ну, люди прям заваливаются именно с развивающихся стран, потому что их дешевле всего найти. Но эти же люди, которые, они метаются по всем проектам, где-то же реально может упасть за активности. За распространение, там, твиттера и так далее. За активности это может принести профит. Да? Есть такое. Окей. Слушай, ну мы сполна обсудили, да, эту тему. Следующая коробка. Погнали. Что там осталось? Я сам не помню. Вот та-то понятная, я знаю, что в ней. Секретная. Мета. Метаверс. Метавселенная. А я думал, ты предлагаешь варить метамфетамин. Мы таким не занимаемся. Нет? Больше нет? Ну ладно. Вообще никогда нет. Что? Хорошо. Метаверс, метаверс, метаверс. Ну это как, вот я уже заходил с этим поинтом, что метаверс, как у Бали Твин, да, которые сканируют остров Бали. Да. Как обезьяны, которые оказались в реальной игре какой-то. Метаверс. Давай начнем с чего? Давай. Никто до сих пор не дал одного централизованного определения метавселенной. Как ты ее понимаешь? Что такое метавселенная для тебя? Ну вот как будто бы по ощущениям метавселенная она должна быть одна, да? Да. Вот одна метавселенная. Да. мы поговорим про это. Но все проекты они мутят свои метавселенные. То есть у обезьян свои, у там сандбокса свои, у Децентрал Энд, Роблакс. Да, да, у всех свои. И схема примерно понятна у всех там. То есть какие-то токены NFT-шки, благодаря которым ты можешь существовать. метавселенная? Виртуальное пространство, в котором ты можешь как получать какие-то опции, функции, финтеха. Ну, короче, суперабстрактно. Ну, суперабстрактно, да. Капец абстрактно отвечать. Ну, а как? Ты отвечаешь со стороны пользователя. А я не разработчик. Ну, нет, ты, в целом, все по-разному отвечают. Да. Ты правильно подметил, что метавселенная должна быть одна, по идее. Да, то есть какое-то единое цифровое пространство, новый интернет, веб-3, в котором находится все. Типа все компании, вся жизнь людей, фиджитал, знаешь, что такое? Я сейчас расскажу. Ребят, немножко эскурс по метавселенной. О, началось. Коротко. Очень сложно, суперсложно. Здесь уже никто не смотрит. Суперкоротко. Здесь уже смотрит три человека. Ну, все, ладно, мы закончим. Не, ну, ты продолжай. Фиджитал это объединение физического и диджитала. Я расскажу интересную историю. Когда я создавал академию, я искал разных экспертов, и один чувак мне подогнал эксперта по метавселенным. Я такой, типа, а что они там делают? Я же вот только недавно видел, что Facebook только запустила метавселенные, туда-сюда, запрещенная организация, там, татататат. вот, соответственно, а что там зарабатывать-то? Оказалось, что у чувака, нашего эксперта в академии, его зовут Алексей Помыканов, компания Math Metaverse, у них в управлении земель цифровых в метавселенных на 2 миллиона долларов они накупили. реальные земли, цифровые земли, цифровые, они привязаны к реальным землям? Нет, потому что нет законодательной связки. Это просто земли, это земли в самых популярных метавселенных, типа Дет-Централэнда. Все, понял. Они там дорого, очень стоят. Там же есть бизнесы, которые уже приносят деньги, в том же Дет-Централэнде есть виртуальное мета-казино, в котором люди просаживают бабки, типа, ну и сидят как будто, ну в реальном мире тут виртуально. они накупили, то есть их компания купила на 2 миллиона долларов земель в топовой метавселенной. Зачем? Спрашивается. Не только как инвестиции, они сделали компанию, которая гласит о колонизации метавселенной. То есть есть бренды. Вспомни, когда магазинчики одежды, допустим, те же шоурумчики, они выходили в Инстаграм. Ну это было одно время, когда вот шоурумы, магазины одежды выходили в Инстаграм. Вот представь, сейчас вот та же ситуация, там те же магазины одежды выходят в метавселенной. Прикол в том, что в России вообще не популярны метавселенные. Если брать по общей охваты, общей охваты там Ютуб и ТикТок по миру, метавселенной пользователей около 30-40, около 30% это аудитория ТикТока и Ютуба. Это много. Да много. Это по миру, но не в России. В России сильно меньше это число. Ну и в СНГ странах. То есть история в том, что в целом метавселенные хранят в себе огромное количество пользователей, которые, когда бренды или какие-то компании большие делают там ивенты, набирают большое количество пользователей. Смотрел сериал «Очень странные дела»? Да. Я тоже смотрел. И у них в одной из метавселенных, по-моему, в Роблоксе, есть зона большая, квест, в этом торговом центре, из которого они не могли выбраться. Там они были в торговом центре, детишки. Да, да, да. И они сделали такой квест в торговом центре в метавселенную. Типа ты либо выбираешься из него, либо нет. На этот квест они привлекли 35 миллионов зрителей, ой, участников. 35 миллионов, учитывая, что весь сериал набрал 90 миллионов охват. Сериал сам. То есть, типа, почти одна треть, чуть больше, да, людей участвовало в этом квесте. Они стали зрителями этого сериала. То есть, это такая медийная история. Окей, считается ли премьера трека Трэвиса Скотта, что ли? Трэвис Скотт. Да. Это метаверс, да. Не хотел бы спойлерить, я надеюсь, что это получится, но вроде как мы уже спонсоров даже нашли. Мы будем делать концерт с Нюшей в метавселенной. Певицу Нюшу, помнишь? Да, конечно. Моя любимая певица. Вот. Все срастется. Все песни знаю. Все срастется, если... Вот. Сейчас срастется. Мы сделаем концерт как у Трэвиса Скотта. Как раз-таки эксперт нашей Академии будет делать концерт. Я знаю чувака, который делал аватар Моргенштерна. Я недорассказал про заработок. Ну. То есть есть несколько способов. Вот у ребят компания, у них там землю в управлении, они их сдают в аренду под какие-то ивенты. Например, к ним приходят чуваки и говорят, мы хотим ивент в метавселенной. Такие, окей, там аренда земли. Столько-то построить объект, столько-то придумать квесты для вовлечения в вашей аудитории, столько-то мерч, столько-то. И это все в метавселенной. И они продают это за десятки тысяч долларов. Продают. И есть еще какая тема. Всю эту метавселенную создают же креаторы. И креаторы рисуют объекты. И разработчики. Обычные разработчики в App3 переквалифицируются и начинают создавать объекты в метавселенной. То есть заработок заключается в этом. Но это как-то сложно звучит. С нуля заехать тяжело, да. Поэтому в Академии мы прям с нуля сделали знаешь, что сделали? Пиар и маркетинг для брендов в метавселенной. Мы даем полный экскурс по метаверсам. Мы объясняем, как там делать аналитику. Какие можно идеи придумывать для ивентов вывода бренда в метавселенной. Какую активность там можно придумывать. Мы обучаем последним уроком финальным является экзамен, как создать стратегию по выходу бренда в метавселенную. Я понял. Например, у нас там один чувак агентства недвижимости захотело в метавселенной разместиться. И он типа стратегию расписывает по этому всему и продает ее за деньги. Продать стратегию, а реализовывать уже будет компания МАФ Метаверс, которая эксперт нашей академии. Я понял. То есть, если у меня, например, маленький шоурум, и я хочу себе в метаверсе движуху, я, соответственно, обращаюсь к чувакам, они мне говорят, да, мы можем все у вас отсканировать, на Unreal Engine пятом каком-нибудь движке сделать вам полностью метавселенную, и вот ваш магазинчик стоит на каком-нибудь острове, например. Заходите к нам, покупайте в виде NFT, все платят, платят, кофточки, юбочки. Да. Понятно. Но вы учите маркетологов и... Мы учим, как разрабатывать маркетинг и пиар-стратегии для брендов. Это сложно? Нет. Это тот же классический SMM, только с добавлением виртуальных метаверсных штук. Типа квест вот так вот можно сделать, галерею вот так вот реализовать. Механика какая-то. Механика разная, да. То есть механика просто веб-тринольная вот эта. И, соответственно, больше зарплаты. Ну, конечно. То есть ты приходишь к какой-нибудь компании, любой, там, крупной даже в России, честно, кто сегодня делает пиар и маркетинг для брендов в метавселенных? Единицы. Ну, в парку Бутпол типа такие люди есть. Тинькофф что-то там анонсил недавно концерт с Шапутинским в сентябре в метавселенной. Большие компании смотрят в эту сторону. Просто я про то, что лучше хотя бы сейчас заранее это изучить и начать этим заниматься, чтобы занять первые позиции. То есть пусть не создавать, но приобщиться к движухе благодаря этому. Метаверс это пока тема не суперприбыльная, но типа на ней можно зарабатывать помимо того, что ты все это делаешь, еще и на инвестициях в токены метавселенной. Наш эксперт так Тесла купил себе. Да ты что? Да, и типа из 60 тысяч долларов потом его друзей это превратилось в Лямплюс. Когда это еще на стадии ранее было, еще до выхода ролика Цукерберга про метаверсы, они до этого закупились токенами разных метавселенных, их же много, и после выхода этого ролика они дали ему сильные иксы. Понял? Да. Так что можно инвестировать в это, можно инвестировать в цифровые земли, в токены метавселенных, а можно просто приобщиться к этой культуре и начать там что-то делать. Ну в целом понятно. Короче, поле огромное. Поле непаханное. Ну что ж, последняя коробочка. Тож. Давай подержим немножко интриги. Да. Знаешь, что там? Я-то знаю, конечно. Скальпинг. Блин, мы же трейдинг не разобрали. Кстати, а знаешь, почему мы решили не добавлять трейдинг в этот выпуск. Почему же? Потому что даже трейдеры говорят, что больше 90% людей в перспективе года, двух, трех теряют свои деньги все и уходят с трейдинга. Мы считаем, что это слишком казиношное, рисковое направление. Именно фьючерсы. Где-то ты умножаешь там вот ключом и так далее. Да. А вот спот, кстати, нормальная история. На споте монетки откупать. Ходлить нормально и все. На споте откупил и ходлишь? Да. Ходли себе. И люди такие, что ты сказал сейчас? Ну, держи долго. Держи долго. Раз уж мы, да. Вот ты сам, из-за того, что мы сегодня обсудили, из-за разных способов, разных направлений, мы не репетировали с тобой эту историю. что сегодня тебе открылось по-новому? Game 5 определенно точно. У меня срослись некоторые моменты, но арбитраж мне казался куда более странной историей. Да? Да. Почему? Ну, потому что мне казалось, что это чистой воды финансовой спекуляции. Но по сути, если... А что в этом плохого? Финансовые спекуляции, они запрещены, если говорить о... А, ты про спекуляции. Да, если в традиционном смысле. В законном смысле. Да. А, все, я понял. С точки зрения бирж это вполне нормально. С точки зрения бирж, да. То есть сводится все к тому, что арбитражники биржам дают ликвидность и поэтому это все поддерживается. Да. И ты просто покупаешь и продаешь крипту. Ну вот, наверное, про арбитраж и про Game 5 интересно было, да. Угу. Супер. Переходим к последней коробочке? Да. Погнали. Просто практикум? Что это означает? Подожди. Да ладно, ребята. Это же ролик. Рекламный, скажете вы. Чтобы в воронке вы все оказались. А зачем? А почему вы прокликали в тайм-коды? А? Почему? Практикиваю, да? Почему они прокликали в тайм-коды и дошли до этой коробки? Я не понимаю. Ну, вы пропустили все самое интересное. Конечно, способы заработать деньги. Там реально супер качественный и полезный контент был. Ну, ладно. И заработать без вложений. И с низкими цифрами. И с большими бабками. И со стремлением научиться. Еще инфа суперинсайдерская по разным направлениям. Как там все устроено. Да. Да. Сам этот ролик по себе является курсом. Практически. Ну, да. Ну, по крайней мере точно сильно во много раз круче, чем курс по метамаску. Который продали на 70 миллионов. Да. Ладно, ребят, я сейчас от себя скажу вкратце. Да, вот. Практикум. Очевидно, выпуск коммерческий, да, делались отсылки под... Ссылка в описании и так далее. Но пусть просят в нас камень, если этот ролик не был информативный. Да. Как говорил Иисус Иосифович. Да. Бросьте в нас камень, если выпуск не был информативным. Я старался по максимуму выдать полезного и понятного контента для вас. А я нет. Естественно... А ты нет. А ты старался хорошие вопросы задавать в класс. Вот. Естественно, короче, это история про то, чтобы рассказать вам больше про Академию. И у вас есть очень клевая возможность познакомиться с нашими экспертами и нашим контентом бесплатно. Мы сделали практику, в котором контент круче, чем на платных курсах, дается. И это факт. Вы зайдете, посмотрите его качество, уровень, глубину. А он гораздо глубже, чем этот выпуск. Этот выпуск был скорее неким тизером, базисом, чтобы вы поняли, о чем говорится на практику. Вот. Поэтому все для того, чтобы вы все перешли, ознакомились и прошли всю воронку. Что в ней вас ждет, я сейчас расскажу. Когда вы перейдете по ссылке под этим видео, вы попадете на сайт, зарегистрируетесь с ним, и дальше у вас откроется окно, чтобы вы попали в телеграм-бота. Там вам будет выдаваться контент, и там же придет ссылка на практику. История в том, что у вас там будет предложение за 790 рублей купить мини-курс по крипте. Вы можете этого не делать. Вы можете этого не делать, да, но типа 790 рублей, за которые вы получите все, что закрывает все базовые вопросы в крипте. Регистрация кошельков, перевод денег из рублей в любую валюту любой страны, где бы вы не находились, или просто переводить рублей в крипту. Как это делать безопасно по видео, по скринкастам. Дальше у вас будет 4 ролика с конспектами и с заданиями, чтобы вы закрепили лучший материал про разные способы заработка на крипте. Все, что мы сегодня говорили, только систематизирование и круче. И дальше, после этого, на следующий день будет практикум. На практикуме 4 эксперта в сфере арбитража, NFT, GameFi и метавселенных будут подробно рассказывать про каждое все за 790 рублей. Практикум вообще бесплатный. За 790 рублей будет мини-курс. Мини-курс я покупаю. Там все способы заработка на крипте. Средний рискованный, высокорискованный и безрискованный. Потом идет бесплатно практикум. Два гайда еще. Два гайда. С домашними заданиями. Гайды без домашних заданий. Просто как зарегистрировать кошелек и как переводить рубли в крипту. А дальше идет практикум бесплатный. На бесплатном практикуме 4 эксперта выступают. По арбитражу NFT, GameFi и Метавселенным. Арбитражный эксперт покажет вам в реальном времени как он прокручивает миллион рублей и зарабатывает 25 тысяч рублей на ваших глазах. А это арбитраж? Да. Бесплатную связку покажем. То есть вот с биржей конкретной Carantex. Как там прокручиваются деньги и откуда там заработок происходит. Про NFT систематизированно расскажем все способы заработка. Про GameFi расскажем как зарабатывать игрокам инвесторам и гильдия. И про метавселенные прям вот эксперты будут бегать в метавселенных показывать разные кейсы обзоры их делать на чем заработок строится и расскажет про профессию метапродюсера. Все это уводит в то чтобы вы зашли в нашу академию в которой все направления заработка 150 плюс уроков комьюнити кураторы поддержка и постоянный заработок. Я тебе перебью. 790 рублей это не такие большие деньги но мне кажется если этот практик практикум если ты его проходишь ты уже как минимум будешь осознавать большую прямо долю информации пусть там поверхностно не поверхностно не поверхностно а крипте и когда тебе зададут вопрос ты не будешь плавать ты не будешь кивать гривы и так далее и плюс ты всегда сможешь зарегать кошелек как минимум вот я многих криптоблогеров смотрел так или иначе у большинства люди пишут даже у криптоблогеров как зарегистрировать кошелек то есть это такие вещи которые базовые вопросы это базовые вопросы как ты вообще хочешь разбогатеть на крипте если ты не можешь зарегать метамаск и привязать его там к браузеру к каким-то сайтам то есть это просто бред это это будущее экономики то есть финтех вот это все это будет все на блокчейне так или иначе во многих странах это уже происходит в многих странах выборы на блокчейне происходят в регионах то есть если есть желание переходите поддержите меня а то знаете ну типа мне надоело питаться червями я больше скажу тут речь не только про закрытие базовых вопросов регистрации кошельков и проще тут речь про то что есть большая индустрия в которой действительно можно зарабатывать деньги и этот практикум он будет входом в эту индустрию человек сможет сделать выбор арбитраж это вообще его мы там про ошибки про риски все рассказываем ну да мы говорим как есть типа это сложно и про другие то есть он выбрать сможет направление да вот я например вот сегодня обсуждая все эти темы в коробке скажу что арбитраж это точно не для меня например но я знаю что типа имея там пятихат можно на этом заработать да какие-то деньги но мне это просто неинтересно да мне это неинтересно мне например из всех этих кейсов вот я тебе сразу скажу интересен NFT потому что там есть утилити а утилити это возможность всяких схематосов манифестов то есть арта это вот это мне ближе я понимаю что там может быть не такие большие деньги но тем не менее как бы выбирайте сами для себя то есть крипта например трейдинг почему мы про это не говорим потому что это неинтересно это тот же форекс по сути по большому национальные качели постоянная нервозность ну да но есть люди для кого наоборот трейдинг и мы их не осуждаем скальпинг только осуждаем короче ребят ссылка в описании переходите смотрите практику убеждайтесь в качестве контента действительно знакомитесь с нашими спикерами я не бла-бла-бла там у всех спикеров супер крутые регалии такого уровня спикеров экспертов нет ни на одном курсе по крипте в СНГ это типа самые топщики которых я еле уговорил вообще записывать обучение и на этом моменте на котором нас смотрят уже два человека то что я давным-давно говорю про крипту и так или иначе многие скептично к этому относятся я еще года с 19-го говорил что много поступало после 17-18-го годов криптовесны я сейчас говорю это вот оно и есть я не буду это вырезать я объясняю я объясняю в 19-м году у меня появился менеджер по скаму то есть мы жестко отсеивали потому что было огромное количество людей которые хотели рекламировать скам время ICO короче вот это вот все и по факту хорошие рекламодатели и хорошие люди из криптоиндустрии криптоэнтузиасты мы с тобой познакомились благодаря одному уважаемому товарищу между прочим это все взаимосвязанные вещи все началось с того что я оказался на криптоконференции блокчейн лайф в 2018 году я к тому что люди которые относились скептично к этому контенту и обходили это стороной в итоге должны знать что реклама крипты приносит значительно больше денег чем реклама обычных потребительских там товаров и услуг и ко мне уже как человеку который так или иначе говорит о крипте больше идут криптаны они не идут каким-нибудь там интертейнмент блогерам инфлюенсерам хотя у них больше цифр и так далее потому что выглядит странно когда человек который рекламирует какой-то потребительский ширпотреб вдруг начинает затирать про какие-то сложные вещи а я уже так или иначе это выкупил так или иначе и от меня экспертность она заметна так или иначе поэтому они идут ко мне если считать КПД на количество реклам и даже моих инвестиций в крипту по сравнению с прошлыми рекламами во времена когда был хайп ебнешься вот это вот типа нихуя там 15-й год вот эти огромные цифры да эти воды можно воды то есть КПД он в разы больше получения прибыли и короче все что связано с криптой приносит гораздо больше денег это кажется речь не только про инвестиции это что-то эфемерное и не людское как вот было не человеческое от твоего товарища это все реальнее чем вы думаете все надо убедиться просто зайти посмотреть и убедиться и можно не покупать можно не покупать но оффер такой но лучше купить и кейс такой лучше конечно купить он же черви ребят ну сколько я могу их жрать уже да да все сейчас точно пока пока-пока пока чувак там уже один точно спасибо что пришел спасибо ко мне на виллу спасибо 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 Продолжение следует...